ну что привет друзья подписчики моего канала просто зрители привезли мне пару мешков рыбы хорошие это короче рыба должна быть здесь без голов кита осенние и зло в брикетах ведь вот такая рыбка пару брикетов здесь брикете примерно 22 килограмма и эту рыбку сейчас я маленько беру что показать просто шурак на выглядеть без голов то вы 600 б.д. есть указы ухушены морским зверем а у м.з. она стоит дешевле это сама дорогая и и прямо на реке ловит рыбаки выгружают на баржу и уже охлаждают порят под пресс и делают такую плитку морозят самая дорогая рыба дикая абсолютно и прям на производном месте лова на мороженое шоковая шоковая заморозка и эту рыбу я хочу закоптить холодным копчением сейчас вам покажу самый самый не сложный но самый-самый вкусный замечательный способ засолки потом зарядки и дальнейшего копчения красной рыбы холодном копчении будет офигенная рыбка должна получиться надеюсь что получится сначала нам нужно ее разделать как сделать сейчас покажу разделывать будем ее на пласт это просто просто никогда по приберу здесь покажу вот друзья подготовил пару рыбок смотрите рыба поймана сентябре заветривания почти нету это значит хорошо рыбу подготовили заворозки больше чем полгода она пролежала и на принципе еще розовая если вы найдете рыбу такого качества магазине дикую это очень хорошая читайте он повезло у нас на паста разделывается все довольно просто один перчатку рыба еще прохладная и руки между по спинке делаем надрез сначала не глубокий просто режем шкуру до конца так теперь можно делать уже поглубже вот довели до конца почти пить втыкаем нож до конца насквозь прижимаем к позвоночнику и видео подняли брюшка готова тоже чизну защищать не буду подветренная нормально пойдет так 1 есть переворачиваем позвоночник можно оставить и сюда их вырезаю чтобы рыба солилась одинаково по времени позвоночнике мясо немножечко остается их тоже посолим не просто подверг отдельно убираем просто все как видите все очень просто и быстро надрезали шкуру просто наметили где раз будет рез все теперь можно резать приподняли получаем вполне нормальный ровный кусок ну что друзья вот рыба раздела на все полчаса делов и 20 китин готова подготовиться засолки еще одна щука кстати так дальше сейчас это все дело приберу и будем делать готовить засолочную смесь на такой объем килограмм пять восемь надо будет делать смеси так что поехал в магазине сейчас засолим куплю крупную соль и куплю какую-нибудь тару чтоб все это за раз посолить чтобы не развозить на долгое время процесс весь так сейчас съезжий магазин и будем заниматься засолкой и вон там же полную раковину хребтов посолим отдельно я покажу как очень просто но очень вкусно и посолить и это будет быстро дешево и под пиво будет вот такая запуска отвечает также не переключайтесь можете подписаться на канал же колокольчик не пропустите ни одного нового видео про засолку разные рыбы разность сейчас вот весна щука пойдет потом сазан чебак и так далее так что будет интересно вам это интересно пишите подписывайтесь колокольчик нажимайте ничего не пропустите но я поехал в магазин за солью по засолочной смеси вот такой объем 5 килограмм аромала будет ну сделаем потом еще если не хватит соль такая берем обязательно крупную соль почему не мелко потому что у меня соль второго помола без добавок видите вот написано молотая пищевая каменная соль без добавок очень хорошая столь попадется берите почему не мелкая мелкая соль выпадая на рыбу там на что там на мясо на все что угодно просто впитывается сама куда а крупная соль она лежит на поверхности рыбы и жидкость который есть в рыбе начинает активно активно пытаться ее растворить тем самым крупная соль вытягивает из рыбы в лишнюю влагу который нам не нужно призы когда может рыба посолиться мы будем играть уже будут обезвоженной будут плотно упругая хорошие также добавляем сахар я добавляю один к одному кило соль и кило сахара и надо все это делать тщательно перемешать так ну а теперь вы скажете как солить засыпать полностью или если бы мы солили так сказать просто солью на ну как мы обычно на зиму соль на соли крупно засыпаем толстым слоем чем больше солить него лучше туда но тут у нас кроме соли идет еще и сахара сухая смесь получается на таки дорогая и чтобы ее и рационально раз расход из расходовать соли засыпались какая-то соль и растворилась дай бог с ним там вот вы вывалили ее дали этого город остатки соли и когда вкусно после засолки а вот здесь получается дорогая чем говорить сахар 40 кублей килограмм стоит плюс соль все это денег ладно рыба бесплатно есть еще и рыбу покупать вообще дорого все засолочный смесь готова сейчас покажу как будем ее солить чтобы максимально эффективно расходовать этот сырной состав берем какую-нибудь противень я взял поддон купил это новый абсолютно с магазина поехал купил удобные штуки на них рыбу складываются поддончик и насыпаем количество засолочной смеси не все просто для нашего удобства да потом берем рыбу вот она лицевой стороной просто обмакнули потом обтряхнули нет не ободрели а просто обстряхнули вот и все и укладываем слоями на дно шкурку обмакивать соли не обязательно объясню почему потому что следующий слой мы будем уложить на уже обваренный ну то есть смотрите вот это у нас обваренный соли мы сверху ложим шкуркой вот так получается зачем нам переводить дорогой продукт то бишь вот обмакнули всю обтряхнули не обтерли просто от рукой обтряхнули все таким способом не пересолите каждая нижние два хвоста получилось шкура не поможет не обмазанная солью дело в том что сейчас рыба начнет давать активно сок и нижняя рыба которая первые два три слоя получается у меня на диске он получится говорю по школу самые обмазал а зря об досок и нижние свои будут просто в тузуке лежать они там сами поссорятся придавили подняли и рукой лишний сон убрать за шесть часов рыба никогда вас не пересосится но если вы ее оставите на дольше на часов на 12 на 14 она у вас будет соленая но не засоленная такой способ для засолки на длительную конкретную засолку на зиму да не годится это мало соли но рыба будет пересолен а вот на виду когда мы делаем малосольную самый оптимальный вариант я ну и такой способ засолки годится только крылья которая была уже заморозки со свежей лосося как делать ни в коем случае нельзя ни в коем отравитесь свежая лосось солится минимум месяц и засыпается на 10 килограмм рыбы на хорошую рыбину пачка соли обычно нас выходил крупный без сахара без ничего это мы делаем на копчение и рыба уже была по годах заморозки глубокая шоковая также имейте ввиду свежую рыбу так солить нельзя так вот суть понятна сейчас буду солить всю эту рыбу и утащу эти байки на балкон поставить там меня прохладно через шесть часов мы к ней вернемся и покажу что будем делать не дальше все только про так пока лоток ну все вот друзья смотреть рыба посолена укладываем ее кожей вниз мясом наверх разделим на два бачка сейчас внизу поставлю на балкон чтобы она у меня стояла шесть часов к вечеру я уже буду вывешивать через шесть часов она просорится из нее выйдет вся лишняя влага сейчас как видите влаги практически нет никакой на поверхности уже начинает выступать вот она начинается реакция вступать в воды которая в рыбе соду который на поверхности рыбы сейчас вода мы потихоньку стекать все ждем шесть часов но я повторяю это потому что у меня рыба не до конца оттайна и маленьком больше времени улет если у вас рыба умельче горбушка там допустим три-четыре часа более чем достаточно так садить на копчение друзья смотрите рыбка поднялилась вярилась она у меня в сушилке вчера вечером достал вы и соблюсь вы повешал короче на балкон чтобы она мне же проветрилась и маленечко тогда что она скажем на ветерки на свежем воздухе потому что все таки как бы там не было самое вкусное приправа для любой вяленой рыбы это солнышко час она мне еще до обеда поболтается на балконе и я пока съезжу на дачу там подготовлюсь у съезжу лес надо напилить сырой ольхи и решил коптить ее в деревенской коптелки по типу а-ля сортир ребята вот такая липка получилось рыбка не идеально вы видите листь поджелтевшая чуть-чуть ну в общем ничего я вчера попробовал вяленая обалденно вкусная смотрите на этот срез видно это самочка тоненькая у рыбки много как видеть он болтается сейчас буду коптить покажу как на чем все такое просто хочу показать что не нужно рыбу промывать водой после того когда вы ее подсолили видите нет никакой корки аппетитные кто не товарищ сказал в тушу запала смеют до сих пор уже год прошел а я не могу забыть рыба покрылась у него аппетитной корочкой и он это на палец а вот это плюс ребят когда вы либо покрывается корочкой вот сверху вот это вот это не плюс это испорчена рыба это называется корка закала сверху рыба высыхает вот это получается корка внутри рыба получать такая мягкая как вата и она даже может там просто тупо протухнуть это неправильно это корка появляется потому что рыба мокрая на поверхности и она вода высыхает и получается как как бы кто знает попробуйте промочить и рыбу подсушить его сами все убедительно это вот корка закал у правильно рыбана должна быть всяких корочек аппетитных просто подсохшая поверхность и сама подсохшая рыба увидели сколько с ней было воды он сейчас я нажимаю все абсолютно плотно и вкусно его поверьте честно словно и вкусно способ этот идеально рабочий начать на перима ольхи эту камеру покажу где буду их купили и будем коптить его для сортире на деревенской картинка проточная даже не переключайтесь уже скоро финал вас рассказываем все этапы производства так скажем соблюдайте будет все отлично видите жирок выступает рыба еще не копченая просто подвяленная цвет такой дает сам я на реке коптилка по типу аля сортир это такое сооружение вот здесь вывешивается рыба видите здесь труба можно пошла 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 труба кратковата метра всем надо желательно здесь зажигаем огонь часа не нагорят нам батя делает уже щепу цельхи да потом в общем то можно сделать поиск от все это горяет засыпаем щепой накрываем железом и пойдет туда дым коптильным я там все покажу я покажу пока пойдем покажу щепка щепкорубку ляка и назвать погода опять испортилась хотела поснимать весь процесс но не получается ветра формат были короче про коптилку чуть попозже следующем видео подробненько вам все расскажу если будет интересно конечно пишите комментариях интересует вас этот аспект как все работает как устроено или нет но результат вот он сами видеть как говорится на лицо ну чё я думаю очень очень даже неплохо а такая рыбка холодного копчения у меня получилось выглядит очень даже хорошо вот так коптил я все это дело двое суток а так вот получилось я здесь рыбка выглядит вот так собака тут берем и масса в доме живет гавкается кучу ну вот смотрите все супер все друзья на этом я заканчиваю это видео всем кому было интересно и полезно ставьте подсовет из проблем сможете приготовить такой вкусненьким хамм теперь знаете как это делается друзья я собираюсь и еду домой а рыбку надо час обязательно обязательно кровь и копьёку чтобы она проветривалась хотя бы еще день сутки и потом уже можно будет с него кушать но это надо уже отдачи обратильнику подъедет заберет уже сам себя проветрить все друзья всем спасибо и всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...